Детство закончилось, видимо, в 80-м году, когда в составе Мзиури вы выступали на Олимпиаде 80, так я? Да, да. То есть это было как официальное ваше прощание друг с другом из Мзиури и вообще прощание с детства? Да. Расскажите про это. Где вы выступали? Мы выступали на разных площадках и были страшно рады, потому что мы увидели тогда Кобзона, мы увидели Аллу Борисовну, Софью Ротару и я думаю, что детский ансамбль, когда мы выбегали, ну уже правда, нам уже закончили к этому времени школу. Но тем не менее, конечно, плачущий Мишка олицетворял, наверное, и наше такое внутреннее состояние. Ваши слезы. До свидания школы, до свидания Мзиури. А и руководители вас тоже хлопают, то есть вы наверняка, если уж Фидель Кастро, то наш это Брежнев, Косыгин, со всеми цветы им дарили, они слушали вас. Да, 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 мы выступали обычно за 7 часов до концерта нас всех привозили. Да, привозили. И опять-таки, да, мы были на радостях, потому что до этого были репетиции, и мы должны были выступить. То есть все менялось как бы со скоростью света, но тем не менее, все равно все было очень упорядочено, и это был такой первый и единственный, может быть, такой детский ансамбль, который в таком взрослом режиме существовал. Гастроли, поездки, выступления, переезды. И он сформировал, собственно, у вас как характер, настоящий твердый артистический характер. Насколько я понимаю, еще одно место сформировало ваш характер, это там, где вы работали на студии. Да, это Государственный оркестр телевидения Грузии, да. И в фонд вы писали день за днем песни, песни, песни. А это студии, это микрофоны, это собранность. Наверняка это каким-то образом на вас тоже повлияло. Да, конечно. Во-первых, у нас дирижер блестящий, Гиви Гачиадзе, и он давал еще возможность и с радостью делал для оркестра мои произведения. И такую первую смелость, ну, авторскую, композиторскую, как угодно можно назвать. Он, конечно, потому что я очень стеснялась, я была готова писать все эти песни, но он меня попросил, и я показала несколько своих произведений, и он аранжировал абсолютно блестящие оркестровки. И это осталось, и есть песни, которые я по сей день исполняю, и аранжировка принадлежит Гиви Гачиадзе. Я очень благодарна, потому что, если бы не он, вот этого, этой стези не было бы. Не было бы. Да. Тамара, а как вы стали настоящей героиней уже на Всесоюзном радио, Центральном телевидении? С чего началось ваше восхождение здесь? С конкурса. С конкурса. А с какого? Днепропетровск. Восстит первый год. Всесоюзный конкурс молодых исполнителей советской песни. Вот такое длинное название. И вот на этот конкурс, конкурс проходил летом, а мне в консерватории Дайкан сказал, что ты своей эстрадой занимаешься летом, потому что у тебя нет времени себя еще тратить на эстраду. Это все, как говорится, весь год учебный, и, естественно, мы были заняты... Занимаетесь делом, у вас есть Моцарт, у вас есть, пожалуйста, Пойте, а это все летом. Это все летом, вот. И летом нас пригласили, то есть меня выдвинули на участие с каждой республики по одному человеку. И меня пригласили участвовать в этом конкурсе. И мы с мамой поехали в Днепропетровск, и там видим в самом разгаре конкурс. Все готовятся, все поют песни. Сильнейший был конкурс по составу своему. Я приехала, конечно, я растерялась, но когда я вышла уже во второй тур, первый тур был в сопровождении концертмейстера. Ну, мы с концертмейстером сошлись на том, что он мне сказал, для чего, чтобы я вас мучил. Вы сядьте, сама сыграйте и спойте. В общем, я сама спела и сыграла, в общем, вышла во второй тур. А второй тур был торжественным и радостным тем, что каждый участник исполнял песню с оркестром. А дирижер Юрий Васильевич Силантьев. И Старик Силантьев вас тогда и приметил. И благословил. Да, было такое. И вас уже пригласили в Москву. Да. И в конкурс песни года. Да, это уже тогда началось. Думили пикари, думили сисрали, Санта-Латк цевули, цевили. И пошли публикации во всесоюзной прессе про Тамару Гверцетеле. Вот журнал «Смена», 1981 год. Юрий Бугельский пишет. Студентка консерватории Тамар Гверцетеле, член бюро одного из райкомов Комсомола Тбилиси. Да. И это при всех прочих нагрузках, учеба, гастроли, записи. Что дает работа в Комсомоле, улыбается Тамар. Это прекрасная возможность ближе узнать, как, чем живут мои сверстники, мои слушатели. Ощущение личной причастности к большим общественным делам. Оно необходимо. Без этого нет и не может быть художника. Вот как вы, Тамара, сейчас можете прокомментировать, под чем вы сегодня подпишетесь? А что скажете? Ну, это было так. Ну, я сам был зам по идеологии. Серьезно? В ЛКС своей организации. Что бы вы сказали? Ну, там, в принципе, я написала, конечно, правду. Могу сказать, что действительно, Комсомол меня часто приглашал. Потом я получила премию и Ленинского Комсомола. А одна из самых молодых лауреатов была я. Ну, сейчас это можно сказать, что это очень приятно. Тогда я не осознавала, потому что, ну, когда ты молодая, ну, у тебя другие задачи. И другие, вообще, другая жизнь. Дали премию? Хорошо. Не дали? Не дали. Ну, тоже хорошо. А уже было тогда, чем гордиться. А в какой момент, Тамара, вы поняли, что вот пришел ваш звездный час? На какой песне? Во время исполнения какой песни? Наверняка это было на фестивале «Песни года». Это был самый значимый фестиваль в то время. В то время, да. Я думаю, что, ну, в «Виват Король», который появился... В «Виват Король», появилась песня, абсолютно, как говорится, написанная по просьбе для прощального вечера Олега Блохина на стадионе «Динамо» в Киеве. И вот Юра Рыбчинский и Гена Татарченко за одну ночь, за вечер буквально вот сочинили вот это прощание с королем. И я думаю, что вот тогда что-то стало и для меня. Ясно, несмотря на то, что до этого была победа на конкурсе «Золотой Орфей», а это... Престижный конкурс. Да, считается, что... Да, среди стран соцлагеря, там «Сопот», «Золотой Орфей», «Братиславская лира». Вот три самых главных было конкурса. Конкурса, да. И я думаю, что все-таки песня, которая, ну, до сих пор живет, то есть время как бы пощадило это произведение и оставило в ряду, если можно так сказать, с исполняемых песен, ну, «Виват Король». Виват Король, Виват, Виват Король, покой я ты не знал. Без пушек, без солдат своей игрой ты страны покорял. Меня же покорил, что верным был, что был самим собой, и не было игрой, пустой игрой твоя любовь. Тамара, а вы сами формировали свой репертуар и концертный, и для записи на мелодии? У вас же было очень много записей, в общем, песен записано на мелодии. Или что-то члены на этой мафии, конечно, тут на вашем стульчике сидели многие гости, говорят, ну, вот, союз композиторов, конечно, это хорошо, но там была жесткая борьба среди композиторов, вот, существовали механизмы, чтобы эти пели вот эти песни, эти, это, так называемый, даже такой термин был «перекрестное опыление», чтобы те исполнители посильнее пели композиторов, послабее, чтобы как-то вытягивали, а это могут послабее, ну, в общем, что-то такое там происходило. Насколько вы испытали на себе, ну, вот эти вот превратности судьбы, везло вам или нет? Ну, были песни-задания, конечно. Тамара, спой нам про... Да, ну, надо, значит, есть слово «надо». И тогда, естественно, когда вот в это время никто не отвечал, я думаю, что все лукавят, если говорят, что приказывали, что говорило, так сказать, телевидение, что нам нужно, чтобы в колонном зале звучали 10 патриотических песен. Они и звучали. Они и звучали, да. И выбирали именно таких, как говорится, людей, потому что понятно, что должен был быть спектр. И все эти концерты, они так и остаются замечательными концертами. Сперва классика, балет, потом легкий переход, и подъезжаем к эстраде, да. К эстраде. Через патриотические песни. Конечно, да. И ведь концерты в Доме Союзов – это же особые концерты, это же особый зал. И наверняка особая атмосфера и за кулисами и на сцене, да? Да, да. Но было счастье, что там великие мастера. Вот я была, могу сказать, что молоденькой девочкой. И я видела много гениальных людей, которые выступали. Кто нравился, кто нравился, прям? Я думаю, что вот приезжали солисты, тогда молодой Ворошила, я его услышала. Я услышала Образцову, я услышала Синявскую. Это все были сборные концерты, и мы как бы совершенно молодые просто стояли за кулисами и слушали. И, естественно, я тогда начала понимать, что телевизор – это одно, а вот когда живем, поет как бы Кобзон. И я восторгалась, потому что люди выходили вот на таком расстоянии от микрофона. И такие концерты, и как хотите, их можно называть советские концерты, советские исполнители. Но это были абсолютно, это был букет вот гениальных исполнителей и музыкантов. Ну так все-таки помимо песен задания, повернемся к этому. Везло вам с песнями или нет, которым обрастала ваша концертная программа? Да, да, да. 19 лет я директором филармонии, был у нас директором филармонии Дориан Китая. Я думаю, что крупнее продюсера я в своей жизни не встречала. И он меня, несмотря на то, что мне давали очень много заданий по советским песням, все равно он заметил, наверное, невозможно, наверное, ему как продюсеру было пропустить вот этот жемчуг. И на первой же встрече он меня пригласил на работу в Тебилискую государственную филармонию, солисткой которой я стала. И, конечно, мы скрывали от консерватории, но тем не менее, конечно, меня, как говорится, я уже была отравлена этим концертным успехом, которое не заменит ни одно телевидение. Я понимаю, что это прекрасно, гениально, но тем не менее, вот я могу сказать, что эти первые гастроли, когда, как говорится, вот такой тенчик, который не знает, куда девать руки, которые не знают, что надо делать. Оказывается, надо во время этой песни повернуться вот к правой стороне, потому что Тебилисо поется для этой стороны публики, а русский романс для этой. Ой, как интересно. Это, конечно, была целая жизнь, которую я прошла, и филармоническая школа, концертная школа, которой я очень благодарна, потому что весь лирический репертуар грузинских песен и выдающихся грузинских композиторов, таких как Рэйваз Лагидзе, Георгий Цабадзе, дай бог многие годы Геа Кончелли, Бедина Кварнадзе, Царство невестное. Вот я вот все эти песни начала исполнять вот в том возрасте, я понимала, что это немножко рано, но вся лирика все-таки начала врываться. Врываться и играть. Да. Юность моя, ты гори, не сгорай. Юность моя, ты друзей собирай. И руки свои, дайте, друзья, с вами бесстрашная юность моя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова